Привет! Вы смотрите канал People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Подпишитесь на наш канал, у нас каждый день новое и свежее видео с интересными людьми, интересными личностями, мастерами своего дела, нумерология, астрология, торология, в общем, всё то, что вы так любите. Сейчас со мной на скайп-связи мастер китайской метафизики, горячо любимый Давид Векуа. Давид, приветствую вас! Приветствую вас! Я сегодня с директором, со своим, поэтому она одобряет наш сегодняшний эфир, будем работать. Всех приветствую! Приветствую вас, Алексей! Приветствую всех подписчиков канала People Life. Привет, привет и вам, Давид. Первый вопрос, с чего хочу начать нашу беседу, видел у вас в соцсетях удивительный, как по мне, ритуал, который вы провели в начале китайского года. Да? Называется он 108 апельсин, да? Как вот для тех, кто не в курсе, кстати, подпишитесь на соцсети Давида, мы оставим ссылки под этим видео, там очень много интересных вещей, вас это удивит. Что это за такой странный ритуал? Я сегодня в оранжевом тоже. Представим, что я в оранжевом. Что это за ритуал? И меня первый момент интересует, было ли там, в тех ящиках, которые вы использовали для этого ритуала, действительно 108 апельсин. И почему именно 108? Что это за такое магическое число? Да, я прямо сейчас наклонюсь, прям с пола подниму у себя апельсин. Они действительно, их действительно было 108. Их обычно получается от 5-6 килограмм апельсин. Это 108 шут. Ну, мне считали, я попросил, мне в магазине посчитали 108. Вот, это такой... Ну, ритуал, не ритуал, потому что, знаете, вот есть ритуалы из разряда каких-то там серьезных магических влияний, а есть ритуалы из разряда самонастройки и самопрограммирования, наверное. Это куда-то в эту сторону происходит. То есть это больше для веселья, для радости, для какого-то самонастройки своего сознания. Эти ритуалы, они не имеют особой магической силы, хотя хочется в это верить. Значит, 108 апельсин – это апельсин в Китае, он, в Древнем Китае, он символизирует золото. Потому что слегки золота, они делали похожие формы, вот так еще здесь с такими скучками, как бортиками. И по цвету он такой желто-оранжевый, всегда он символизировал золото. И поэтому ритуал 108 апельсинов считается так, что нужно взять 108 апельсин. Ну, или кратно 3, кратно 9 можно брать, можно 3 штуки, 9 штуки брать, там, 18 и так далее по логике, да. Значит, что нужно сделать? Нужно принести их в дом. Надо пить самое лучшее, самое красивое, самое вкусное апельсину, открыть порог дома и перекатывать через порог по одному апельсину, говоря разные благопожелания. Там, желаю здоровья, желаю благополучия и так далее. Это с детьми классно делать, им нравится, это очень весело. Потом нужно раскатать эти апельсины по всей квартире, кроме санузлов и кладовок. Там мало энергии, там это не принципиально. То есть, кухня, спальни, комнаты, прихожие, коридоры, то есть их можно везде раскатить, и они должны 3 дня лежать. Считается, то есть ритуал такой, начало китайского Нового года, с 4 по 10 число празднуется китайский Новый год, и вот этот период проводится такой ритуал. То есть мы таким образом, ну, нельзя, я точно не могу сказать, действительно ли это привлекает какую-то удачу или какое-то дополнительное благополучие, но хорошее настроение точно привлекает. Давид, я вас очень прошу, давайте считать, что привлекает. Давайте будем считать, что такая забавная форма этого ритуала, она всё равно имеет магическую силу. Потому что если апельсин, символ золота, если этот символ, и он постоянно, вы его видите под ногами, это же тоже какая-то магическая штука. И мне было бы очень интересно попасть к вам в дом и посмотреть, как выглядит 108 апельсин под ногами. Как долго они потом будут находиться у вас дома? И я так понимаю, что ими можно как подножным кормом и питаться? Да, можно как подножным кормом питаться. Значит, ну так считается, что они должны... Ну я первый хочу комментарий Алексею сказать, что мы не должны заниматься самозабвением и самозабвением... Ну вот этими... Я почему так строго говорю, что не знаю, есть какая-то у этого сила или нет. Ну я имею в виду дополнительное. Внутри нашего сознания очередно есть. А дополнительное захват какой-то энергии из ней, есть или нет, я точно сказать могу, скорее всего, нет. Скорее сказать, это чисто внутренняя история. Я почему так говорю, потому что я же работаю в такой сфере достаточно спекулятивной, и много разных специалистов позволяют себе, ну, такие фантазии свои высказывать, что вот там это там так работает, так работает. Но на деле надо честным быть в этой... в этой отрасли знаний. И я говорю от себя, каждый делает карточки, я говорю от себя. Мне кажется, что это чисто самоубеждение, и для сферы это весело. То есть в средние они должны проезжать по всей квартире, и после этого их можно собрать, их можно кушать, их можно дарить друзьям. Там, блин, когда ты кушаешь 108, то, конечно, ты сам и съешь, и треш, и столько не выпьешь. Ну, ими можно наслаждаться, кушать. То есть это как символы богатства, процветания, радости, счастья, здоровья, успеха. Этим можно делиться с близким. Вот такой ритуал, очень забавный, прикольный. Я много лет уже его делаю, всех призываю. Всем очень нравится, особенно детям, для семьи это круто. Прекрасно, прекрасно. Все равно, хотите, не хотите, я сделаю запрос во всеукраинский центр магического воздействия, переспрошу, сделаю запрос, была ли концентрация магической энергии в этот день в вашем районе. Потом поделюсь с вами результатами. Хорошо, давайте перейдем от смешного к серьезному. Напомню еще раз друзьям, что мы оставим полезные ссылки под этим видео на все соцсети Давида. Я очень вам рекомендую подписаться, чтобы внедрять в свою жизнь такие ритуалы. Мы на пороге февраля, мы уже на него даже чуть-чуть ступили, но помню, что у нас с вами схема такова, что месяц начинается с 5-6 числа, он не всегда календарно с 1 числа. Февраль, также по китайскому календарю, начинается 24-й год. Для нас, украинцев, он уже идет как месяц. Что это за год? Каким энергиям он посвящен? Что нас ждет в 2024 году согласно китайскому календарю? Нас всех! 2024 год – это очень интересный год с той точки зрения, что, если я не ошибаюсь, то в 73 странах мира назначены выборы. И этот год он задаст новые мировые порядки и новые тренды на следующие 10-20 лет. На такие два цикла. Соответственно, вот эти выборы в 73 странах, они только нам показывают размах и масштаб этого установления новых порядков. То есть в мире будет установлено новое миропонимание. Что такое мир, что такое страны, как они между собой взаимодействуют, какие правила безопасности будут новые установлены. Мы понимаем, в рамках войны России против Украины пошатнулся после военный мир, после Второй мировой войны. И впервые нужны новые правила, которых до этого не было. И сильные мира сего Соединенные Штаты и Китай, они уже к этому активно готовятся и это обсуждают. Поэтому именно от них, конечно же, будут исходить основные импульсы. Плюс и в Штатах выборы. Мы понимаем, что там тоже уже неспокойно выполнить эту ситуацию с Техасом недавний. Говорят, что там постоянно эта тема есть. Просто в этот раз им придали убеденности. То есть там постоянно эти истории с пересечением незаконных границ, с проблемами, с властью. То есть мы просто об этом узнали. Это будет все время и всегда. Просто в этот раз накаляет страсти для того, чтобы медийно усилить республиканскую позицию, насколько я понимаю. То есть, соответственно, 24-й год это будет год установления новых мировых порядков во всех смыслах этого слова. И Украина не исключение. В Украине тоже как календарно должны были быть выборы, но пока о них официально не говоря. С моей точки зрения, выборы либо будут к концу года, либо они будут анонсированы в конце года, анализируя карту рождения Украины и дату рождения Зеленского. Потому что у Владимира Александровича с осени 24-го года на 10 лет уходит власть из карты. Это показатель того, что Владимир Зеленский, скорее всего, ему будет довольно сложно остаться у власти и в той форме, в которой он есть. То есть его значительно позиция ослабнет, уменьшится. Поэтому в Украине тоже будут установлены новые правила и порядки в 2024 году. Плюс, надо честно сказать, что эти правила и порядки не от нас будут зависеть. То есть они будут просто нам, ну как сказать, спущены с более высоких уровней государств, которые занимаются геополитикой. Украина на сегодняшний день геополитикой не занимается, она занимается внутренней... Посмотрите, как мы сместились от внешней повестки к внутренней повестке за последние полгода. Да, есть такое, есть причина. Все мы знаем эту причину. Но сам факт, что в 73 странах назначены выборы. Стран у нас, насколько помню, сроков географии около 200. Точное число не скажу. В общем, это колоссальное количество. Я так понимаю, что это все в странах больших, которые влияют на все самые большие течения в мире. И ну неужели жизнь всех на планете Земля изменится? И мне вот интересно у вас, как еще у такого аналитика политического, выборы в Америке, они беспрекословно повлияют на жизнь в Украине, в Европе и в мире, в принципе? Результаты этих выборов? Я думаю, что да, потому что... Ну это опять, да. Прости, что вы отметили. Это конкретно, ну такой политический анализ, да. Не имеет отношения к астрологии. Ну за счет того, что будут республиканцы или будут... Мы знаем, что в Шарфах может быть все. То есть там как раз страна абсолютно свободная и могут быть разные истории. Будут ли республиканцы или будут ли демократы? От этого много что зависит. Мы помним, что когда был Трамп, он республиканец, то у него такие довольно романтические отношения с Путиным. Там есть разные истории. Почему? То ли потому, что Россия помогала ему выигрывать выборы за счет влияния в социальных сетях, не санкционировало давление. То ли какие-то там истории с компроматами, то ли может быть еще почему. Это нам до конца неизвестно. Но явно у него была симпатия к России. И когда он стал президентом, то вот эта агрессия российская на Донбассе и в Крыму, она как бы была так... Вплоть до того, что он начал... Я помню, как он говорил, о том, что ему может быть все-таки надо назвать Крым российским и так далее. То есть были разные истории. А демократ, Джо Байден это демократ, и мы увидели, что поддержка Соединенных Штатов очевидна, украинской позиции, то мы понимаем, что внутриполитическое, внутрифракционное, внутриполитическое настроение внутри Соединенных Штатов, оно таково, что республиканцы больше... Они такие капиталисты, ребята за большие деньги, за власть, за влияние. То есть они такие... Умирцы такие американские. А демократы, вот они более такие... Они больше за республику, больше за свободу, больше за проявление свободы. Конечно, если президент будет республиканской партии, будет ли это Трамп или будет кто-то другой, то очевидно, что Россия многое сойдет с рук, чего, конечно же, не хотелось бы допустить. И в любом случае позиция Америки, она будет осуждающая Россию, потому что глобальную политическую позицию страны нельзя поменять заменимого президента, потому что там сильное правовое общество в Соединенных Штатах, и там нельзя прав... Это у нас, например, может поменяться президент, и может вся политика страны пойти в другую сторону. Элементарно. В Штатах нет. Даже при смене первого лица, да, какие-то ключевые моменты поменяются, но основной директор поддержки Украины он все равно останется. И если будет республиканец, то Россия будет делать какие-то негласные поблажки и постепенно ее будет выводить из-под всех этих санкционных атак, ну, либо смягчать их. А если будет демократ, то вероятнее всего, что продолжится поддержка. Конечно, когда мы увидим президента, скажем, еще и проанализируемые его карты рождения, мы сможем больше сказать про эту личность, которая будет на это влиять. Ну и я просто еще не начинал анализировать даты рождения кандидатов, потому что они еще пока не до конца обозначены, насколько я понимаю. Когда они будут, то тоже сможем делать определенные прогнозы, кто именно с точки зрения астрологии будет больше наделен энергией занять крестное первое лицо. Да, обязательно сделаем такой с вами разговор, видео, разбор, ближе уже к дате всего этого. Напомню, что в Америке 5 ноября, если не ошибаюсь, 5 ноября 2024 года должны быть выборы. У нас полномочия президента Украины Владимира Зеленского заканчивается 20 мая, но в стране идет война, выборы во время войны не проводятся, тоже ближе к этой дате. Будем смотреть, как это будет происходить. Давид, прошу поправить меня, потому что я уже несколько раз, что называется, опростоволосился. Год какого дракона, какого цвета дракона 24-й год? Я несколько раз говорил, что белый, кто-то говорил зеленого. Какого цвета этот год? Не будем представлять, что вы одеты в другой цвет, вы одеты в зеленый цвет, поэтому год зеленого дракона, деревянного дракона в первую очередь, потому что стихия дерева сверху, дракон снизу. Всегда есть стихия и животное. Каждая комбинация энергии стихии и животного дает нам энергетическое влияние. Поэтому деревянный дракон, дереву соответствует, на самом деле, соответствует цвет. Цьям на китайском он называется, этот цвет, это такой бирюзово-морской волны зеленовато. Вот какой-то такой. То есть цвет зеленый дракон или пирюзовый дракон, или лазурный дракон он называется, если совсем быть точным, но если хоть как-то упрощать, то зеленый дракон. Поэтому год деревянного зеленого дракона. Все, кто родился в этот год, в год дракона, могут считать его своим годом? И как могут использовать этот год для своих целей люди, которые рождены под этим знаком, в этот год? Те, кто родились в год дракона, есть великий князь года, это дракон. То есть одно из животных господствует, и он называется великим князем года, или тайсуэй на китайском. И считается так, что люди, которые такого же года рождения, как и великий князь, то они занимают его позицию и не оскорбляют его. То есть условно говоря, заходит директор, а в его кресле посидит. Ну, реакция очевидна. Почему ты слишком укрылся? Просто это претензия на власть. Сесть в кресло директора и быть замеченным за этим делом. И считается так, что те, кто рождены в год дракона, они занимают позицию великого князя и как бы оскорбляют его. Поэтому здесь есть такие две большие рекомендации для тех, кто родились в год дракона. С одной стороны, можно подтвердить свой статус причастности к великому князю. Как его подтвердить? Все вызовы, которые будут появляться в жизни в этом году у людей, которые родились в год дракона, в год дракона, их нужно принимать и решать. Нельзя пасовать ни перед какими вызовами. Потому что это как раз год такой, когда ты там откладываешь, что-то не хочешь решать, у тебя какие-то вопросы, ты как-то так плавненько от них выскальзываешь. То, когда приходит год твоего года рождения, обычно все эти вопросы достаются и говорят, ну вот ты откладывал, вот теперь давай по списку поехали. И весь год, это год вызовов, когда приходит твой год, это год вызовов, это непростойный. Но если ты не будешь пасовать, будешь хорошо, принимаю, решаю, принимаю на себя ответственность и начинаешь действовать, тогда ты подтверждаешь свой статус и причастность. То есть кто такой император, кто такой князь, кто такой хозяин года, это тот, кто всем управляет. Тебе говорят, вот управь в этом вопросе. А ты же, ой-ой-ой, нет, я не хочу. Ну, значит, значит, тебя надо свернуть вниз и подвернуть наказанию за то, что ты назвался управленцем, а управленческую функцию выполнять не хочешь. То есть вот такая тема. Поэтому основной рецепт для всех, кто внесен до дракона, нельзя ни в коем случае пасовать перед теми вызовами, которые перед вами будут ставить ваша жизнь. Она обязательно их будет ставить. Если же человек уклоняется, так сказать, от этих вызовов, то тогда великий князь начинает его наказывать, карать, и тогда получается, что у человека будет очень трудно за счет того, что ему надо решать вопрос, а он их не хочет решать, и за эти вопросы еще и усугубляются, и в конечном итоге, к концу года человек себя будет чувствовать очень разбитым и очень старшим, потому что количество проблем, оно не только не уменьшалось, оно увеличилось и усугублялось, а он их вовремя не решал. Поэтому вот такая история, да, это как-то откуда-то попало к нам вот эта тема, что если это твой год, то ты молодец, да, ты молодец, но у молодца много обязанностей, для того, чтобы называться так. Чтобы держать этот статус. Да. Чтобы держать этот статус. Вы с языка сняли, Давид, я просто хотел сказать о том, что когда приходит твой год, говорят, ну так это же твой год, и человек думает, о, класс, я могу расслабиться, все приятности со мной сами случатся, я буду сидеть в кресле, пить китайский чай, и все само собой образуется, моя жизнь изменится. А тут оказывается штука в том, что для того, чтобы получить эти изменения, чтобы подтвердить статус твоего года, нужно в этот год работать. Работать в первую очередь над собой и над теми вызовами, которые тебе бросает календарь. Календарь, по которому живут очень, очень долго люди. С этим разобрались, дорогие друзья, зрители, напишите, ваш ли этот год, если да, то напишите, какие вызовы уже за несколько дней этого года у вас случились, приняли вы их или отложили, или, возможно, хотите пересмотреть, чтобы все-таки их принять, а не откладывать, потому что не хотите быть наказанными. Давайте пойдем дальше. Есть фракция чуть поменьше, это месяц февраль, с него начинается этот год зеленого дракона. Какому животному этот месяц посвящен, что сулит этот месяц планете, в частности, украинцам, ну и уже по традиции мы, зная дату рождения Владимира Зеленского, каким этот месяц будет для нашего гаранта, что от него ждать, от месяца? Февраль 24-го года, который начался 4-го февраля и будет длится до 4-го марта, он называется год огненного тигра. Значит, и для Украины этот огненный тигр, он провоцирует дополнительно нарушение границ. И это может, как мы можем это прочитать? Мы можем это прочитать, что могут быть осложнения на определенных участках фронта, потому что в 22-м году было сильнейшее столкновение с границами Украины годовое, и мы увидели, чем это все закончилось. Понятно, не только эти энергии нам, это не за них. Мы должны посмотреть энергии и должны посмотреть текущую реальную ситуацию, соединить Землю и Небо и сказать, о, на Небе приходит столкновение, и на Земле реальность угроза. И соединяем и получаем вероятность прогноза повышенную угрозу. Сегодня мы видим, границы нарушены, они продолжают быть нарушенными, и когда приходит дополнительное столкновение, еще один границ, мы говорим, о, что-то с ними опять происходит, какие-то либо участки фронта могут быть очень тяжелыми, а они могут быть тяжелыми с той точки зрения, что в марке в России назначены выборы, и, понятное дело, получится у них или не получится, но какую-то они для себя, конечно же, будут искать единую составляющую, что вот, смотрите, как бы, мы продолжаем успешную кампанию, что не все так плохо у нас в этой войне, что у нас все получается. это так уже дополнительно думаю, где бы это могло быть. Значит, интересно, что энергия февраля действует одновременно и изнутри, и снаружи страны. И изнутри, и снаружи страны. То есть, нарушение греицы-Украины провоцируются одновременно и изнутри, и снаружи. Сложность сейчас что-то представить, что это может быть, но мы посмотрим, то ли это какое-то политическое влияние внутри России. То ли это, мы же понимаем, что огромное количество людей, значительное, я бы сказал, количество людей в Украине находится в, ну, в таком состоянии консервы, я бы сказал. Я это встречаю по каким-то второстепенным признакам. Я вижу, что люди, даже несмотря, они сидят под российскими ракетами, под ударами ракетами и так далее, но все же продолжают внутренне симпатизировать союзу. Для меня это полный парадокс, но я периодически встречаю такие люди и я, и для меня это, вот, никак у моего головы это не получается, но такие люди есть, и их немало, это надо сказать честно. Я не хочу лить, как это сказать, воду на мельницу российской пропаганды, говорят, что здесь их сильно ждут. Здесь есть романтики, которые настолько в иллюзиях пребывают пропагандистских, которые просто не верят своим глазам и зато верят тем сказкам, которые им рассказывают. И таких людей немало, я это хочу сказать. Поэтому вот эта история, что столкновение нарушений границ провоцируется одновременно изнутри и снаружи, много может быть реализации, но мы посмотрим, что это будет, благо, что это энергия на месяц, влияние на короткое, то есть это какое-то импульсивное событие, которое не может всерьез повлиять, но что-то в эту сторону будет. Значит, одновременно с этим в небе рождается власть в карте Украины. Это может означать, что впервые кто-нибудь без политиков и военных оговорится о своих политических амбициях в этом месяцах. Значит, потенциал появления нового человека, который претендует на власть в Украине, вряд ли кто-то себя предложит на место президента, скорее всего, это человек или группа людей, которые заявят о своих политических намерениях и провозносить какой-то вектор реализации политической идеи. Вот такая вот история для Украины. Тем, кто внимательно слушал очень много метафорических образов про давление изнутри и давление вне, мы все его чувствуем и все видим, что происходит. И вот по поводу политического момента, не связано ли это с тем, что Валерий Залужный должен был бы покинуть пост главкома вооруженных сил Украины? Может, он заявит о каких-то политических амбициях и будет готовиться к президентскому креслу, если это будет возможно у нас во время войны? Очень интересная история. Я так в этом месяце свои расчеты подготовил, чтобы рассмотреть карту Зеленского и Залужного одновременно. Я хочу сказать о том, что сегодня 6 февраля 2024 года, но очевидно свои расчеты я начинаю делать примерно с середины предыдущего месяца, то есть с 15-го, с 10-го, 15-го числа я начинаю делать это, потому что это такая емкая история. Я по кусочкам делаю, 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 и примерно к началу энергетического месяца я полностью готов для того, чтобы озвучить свой прогноз. Соответственно, хочу удалить следующее, что для Владимира Зеленского в феврале 2024 года приходит время появления активного конкурента, который действует не на земле, а в небе. То есть не по факту его конкурент, а потенциально конкурент. Это означает, что человек потенциально выражает свое намерение действия. Когда, например, ну давайте так, например, есть боксер, если кто-то выходит с ним на ринг и с ним боксирует, это конкурент на земле. А если кто-то говорит, слушай, а я тебя побью, вот когда-то тогда, это конкурент в небе. То есть он просто потенциально заявил о своих намерениях, он еще не вступил в борьбу, но он уже обозначился как конкурент. Вот у Зеленского приходит конкурент в небе, то есть конкурент, который не по факту еще действует, но уже потенциально он есть. Значит, очень интересно, что посмотреть прогноз для Украины вместе с прогнозом для Зеленского мы уже увидим, там рождается новая власть для Украины, а у Зеленского приходит конкурент. А теперь предлагаю посмотреть в этом месте на карту Валерия Залужева, это актуальный вопрос, и для него в феврале приходит помощь соратников, то есть может появиться человек или группа людей, которые публично выразят поддержку главнокомандующему ВСУ и сформируют для него определенную опору. Я эти строчки писал, ну, наверное, в 20-х числах февраля, и после этого, когда Буданов, я не помню, кто-то еще, ну, то есть там группа сказала, типа, замужному, что мы против его отставки, у меня сразу это в голове сложилось, то есть мы понимаем, что на сегодняшний день формируется противостояние, не то, что он формируется, оно давно уже есть, и оно, на самом деле, оно было с самого начала войны, и то, что российская пропаганда пыталась раздуть конфликт между Залужным и Зеленским, эта история была давно, они сильно это раздували, но не может быть, не может отсутствовать противостояние между людьми, которые идут в одну сторону, в таких тяжелых это нормально, мы, по-своему, Алексей, были бы на каких-то похожих позициях, и, очевидно, и у нас мы были бы разногласен, потому что мы разные люди, у нас разные мировоззрения, и в этом ничего нету сверхъестественного, в руководстве любых государств, компаний есть разногласия, и это нормально, но сейчас это принимает уже форму основы медийной составляющей, вы видите, все меньше мы говорим про войну как внешний агрессор, и все больше говорим про ситуацию внутри, и для меня это не очень хороший звоночек, вы знаете, что я, как это сказать, я не оптимист, я не пессимист, я к реальности стараюсь все время, мои прогнозы все трудные, и в этом смысле это закономерно, потому что мы с вами прогнозы с конца года они перестали быть позитивными какими, если до середины конца года 23-го все больше у нас было больше мазеренского поддержка, то вот сегодня мы это видели в прогнозах, то с конца этого времени, с конца 23-го года прогнозы становились все более такие злободневные, будем так говорить, да, и в первую часть сначала были прогнозы, а потом была такая реализация, потому что так получается, и значит у Залужлого навряд ли получится его сместить, я так скажу, а если он будет даже смещен по факту, может быть это еще и хуже будет, потому что тогда он перейдет в официальную категорию конкурентов, и это на руку всем, я вам больше скажу, что у меня есть гипотеза, что и Зеленского, и Залужного их будут менять обоих, и в этом заинтересованы далеко, не первой очереди Россия, Россия была в этом заинтересована в начале двадцать-вадцать-вадцать-вадцать-ем году, а сейчас в этом заинтересованы Соединенные Штаты Америки и Запад, почему? Потому что они не хотят договариваться, Залужный и Зеленский не готовы садиться за стол переговоров, а как бы а со стороны Запада уже давно идет это болейника садитесь информационно-политически разделим сначала 2 кто будут готовы подписывать потому что мы будем через власть то есть та которая придет очевидно долго не продержится очень девальвированная власть сразу это понятно вот это выход в практически противостояние главнокомандующего и президента показатель того что это зрело давно и она уже но ситуация уже вряд ли вернется назад какую-то взаимодействие коллаборации благодарю благодарю за разъяснение разделяя властвуй это такое старое выражение которое многие из нас слышали но очень неприятно его видеть воочию видеть как это происходит на твоих глазах когда это разделение действительно ведет ну будем надеяться к хорошему властвованию благодарю вас еще раз за такую аналитику за важную информацию месяц февраль он самый короткий но поскольку год высокосный это 29 дней два дня не скажу что повлияет супер на мне так кажется что повлияет на энергии месяца но все же есть ли в этом месяце хорошие даты наверняка же есть благоприятное как мы их называем и неблагоприятное наши зрители запишут законспектируют чтобы не ошибиться или наоборот чтобы попасть именно в то окно которого они так так давно ждут алексей сегодня предлагаю у нас новый год новый как сказать новые циклы и я сегодня предлагаю немножко изменить эту историю и я предлагаю дать сегодня новую историю не просто дать благоприятные 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 даты а предлагаю здесь дать расскажу сегодня про даты активизации свеча богатства это крутейшая история сотни сотен комментариев очень много комментариев людей я честно я не ожидал и то и не думал даже об этом о том что так такая заинтересованность будет у людей людей нельзя обмануть индивидуально каждого в масте можно на короткий на короткой дистанции когда дистанция становится длинно никого нельзя поэтому я к чему потому что активизация которая называется свеча богатства и согревание звезды богатства это не профанация это не какая-то там если мы с апельсинами что же говорили что это самоубеждение функция активизация согревания звезды богатства это это конкретное влияние определенные стихии в определенные дни в определенных направлениях это конкретно энергетическое влияние здесь к самоубеждению никакого отношения это не имеет с точки зрения фэнши каждый месяц рассчитывается всего несколько дней когда нужно зажигать свечу в определенном направлении вашей недвижимости вот допустим это квартира квартире из угла в угол из угла в угол правую здесь у нас будет центр центр потому что ты поставишься вся энергия в центр собирается то есть нужно периметр квартиры и можно провести такие диагонали из углов и мы найдем центр надо стать надо центр с компасом в феврале 24 года нам нужен северо-восток то есть допустим северо-восток у нас попадает сюда это внешний периметр квартиры за счет и точке нам нужно зажечь свечу в определенные дни просто пускай она горит целые сутки до пол ночи опять значит обязательно хочу сказать про правила безопасности я беру противень из духовки ставлю и уже на нее ставлю свечу почему если не дай бог упадет что-то произойдет она упадет на противень и ничего не будет особое внимание если есть дети или домашние животные в партирах безопасность предыдущих всего превыше всех согреваний и богатства все взрослые люди каждый сам за себя отвечает вся пожарная безопасность здесь на вас лучше вот нужно зажигать вот эту свечу определенные когда я не зажигать в феврале феврале до 9 10 20 и 21 февраля вот это даты которые подходят здесь какой эффект это активизация что происходит значит происходит следующее это конкретно по моему опыту и по опыту моих клиентов увеличиваются доходы или прибыли то есть если вы зарабатываете 20 тысяч где не получится миллион долларов заработать следующий месяц это ты с неба получаешь не положиться на землю а земля это твоя текущая ситуация если ты находишься 20 тысяч гривен доходов это небо не может сюда дать миллион долларов если ты у тебя полмиллиона долларов доход в месяц то согревая эту историю у тебя как миллион вполне есть потенциал точно возрастают доходы и прибыль появляются новые внезапные не ожидаешь возвращать долги увеличивается деловая активность количество запросов заказов клиентов больше в бизнесе начинается движение в той деятельности которой вы занимаетесь и много других вариантов реализации там идея какая условно говоря у тебя есть поток доходов и вот он какой-то если у вас стабильнее у тебя зарплата и нету никаких ну бонуса нет другой работы то тогда это премия может быть кто-то тебе там вернет долг и тогда ты что-то в рамках твоего масштаба для того чтобы увеличивать эту историю нужно создавать новые каналы дохода и сделать это уже каждый сам себе решать просто надо понимать что финансовый поток это поток определенного качества и его встречать никакой магии здесь нет вот там где вы находитесь но он дает условно говоря там плюс 30 процентов вашему финансовому потенциал как вы распорядитесь с ним это уже личное дело каждого опять же никого ни в чем не убеждают никому ничего не рассказывает все эти даты они стоили 100 долларов в месяц расчет до начала войны вы если хотели бы вот такую активизацию вы бы мне до войны заплатили 100 долларов я бы дал эти даты и направления и вы бы делали то есть когда началась война мы начали искать ну как можно помочь как можно хоть как-то что-то сделать для украинцев первое что мы начали делать это с русло и команды я публиковал даты и направление выезда из-под оккупации стрелок и по нашим датам по этой информации выехала более 40 семей и для меня это очень теплая информация то есть люди просто они сидят ты помнишь эти жуткие блокпосты обстрелы уничтожают колонны гражданские люди сидят в семью и они говорят когда нам ехать и то есть и ответственность моя была в том чтобы выбрать правильное направление и правильное время и сказать им дети в этом и слава богу все кто ехали все доехали со всеми все в порядке это была первая история которую мы старались хоть как-то помогать вторая тема это вот эта свеча богатства которую она перестала платная на стол и просто для всех бесплатно каждый месяц я всю эту информацию даю может быть поэтому это действенные техники они звучат сейчас какой-то волшебная таблетка но на деле когда ты начинаешь что-то делать а потом когда это раз за разом происходит ну вот и все давид повторите пожалуйста еще как минимум мне и нашим нашим зрителям если не ошибаюсь 9 10 так значит направление важное направление северо-восток компасное направление этому этому северо-востоку будет соответствовать от 37 до 52 градусов или просто северо-восток туда квартира и к внешнему периметру квартиры нужно если попадает ванна или туалет или кладовка качество активизации сильно ниже там мало энергии там мало энергии там она уходит то есть а если ничего страшного можно пробовать делать как эксперимент за этим смотреть значит и теперь даты 9 10 20 21 февраля и давайте еще где-то ты скажу в марте потому что помните у нас же месяц чуть-чуть вылазит в сторону поэтому я сейчас еще скажу 2 даты в марте так значит я уже на сайте все стал публиковать эту информацию и в марте у нас 1 и 4 марта то есть эти даты рассчитываются направлении даты каждый месяц раз потому что ну потому что это расчет позиции звезды которая отвечает за прибыль она физически меняется наша планета последняя не меняется и поэтому эти разные направления то есть это не потому что какая то есть это реальная звезда которая где-то там есть я ее просто название на западном языке не знаю на китайском знаю точно на реально меня свою позицию и поэтому не поэтому именно в этом направлении задача какая нам нужен физический огонь в этом секторе все какая свечка любая физический огонь не принципиально как какой-то обеспечить и лишь дошло сюда того что люди ешь начался начала вы не эту сутки мы делали люди не писали сделайте свою свечку или зачем я смеяться нашим то зачем ну типу любую зажигать если у меня что-то ну помогали все они вернее сделайте ваш подписчики полтора года я сделал мы продали больше тысячи встречи за деньги я чуть-чуть я не верил своим глазам у меня есть человек который мне помогал ее создавать опять производство с ней задействовал это свечка богатство и самый большой производитель свечей в украину это невозможно вы не могли продать если мы не можем новый продукт так активно запустить а вы вообще с другого рынка такой запрос от любви вот такая вовлеченность такое желание зачем она ушла на любую нет надо вашей все и вот я фантастика друзья первая дата первая ближайшая дата это видео уже будет в интернете на эти даты 9 10 февраля встречаемся на северо-востоке своих квартир физический огонь мойте противень потому что вы наверняка после того когда готовили в последний раз какие все ленивые люди делают ставить это грязный и думаете ну пусть постоит потом потом это сделано мойте противень помните о технике безопасности сделать этот физический огонь согласно инструкциям перемотайте видео ну и делайте в жизни действия и тогда наверняка вот те денежные потоки которые вы будете привлекать таким способом такие про на пол дороги развернуться и думают а почему бы мне не вернуться вот к андрею светлане ивановне или алексею в сто крат это очень классная практика лично попробую в этом месяце давид спасибо большое благодарю давид благодарю еще раз за у нас получилось такое такая как ну не всегда такой длинный разговор получается сегодня такие и важные темы подняли и по практике рассказали но ну просто услада благодарю вас поздравляю с началом нового китайского года и желаю чтобы в украине этот год тоже по-своему был хорош с хорошими новостями позитивными новостями с фронта и только только хорошими известиями с политических кругов так что благодарю вас за визит дорогие друзья вы и вас приглашаю подписаться на соцсети давида мы оставим полезные ссылки youtube-канал инстаграм все это оставим под этим видео можете спросить возможно у давида еще завалялась осталось 1 2 свечи богатства если нет помните что вы можете даже свою такую сделать своими руками найдете полезные ссылки под этим видео в комментариях оставьте хотя бы оставьте комментарий сделаете ли или хотите попробовать вот такую такую интересную активацию денежных потоков у себя дома пока что все вы смотрите канал people life увидимся в следующих выпусках берегите себя это самое важное до встречи пока